всем привет привет всем прекрасной недели хочу поздравить всех с рождеством кто празднует сегодня вот мне иногда знаете режет немножко слух когда говорят о том что это там католическое рождество или еще какое-то непонятное вот просто дело в том что разница в праздниках именно в христианских праздниках православных которые празднуются в россии и православные которые празднуют за пределами россии отличается в календаре и это разница в праздниках 13 дней поэтому не совсем верно говорить о том что 25 декабря это католическое рождество в ночь 6 на 7 это вот имена правильное верное православное вот это и другое верное просто разница в календаре которые используют поэтому хотела уточнить потому что иногда бывает такое я слышу вот 25 декабря католики празднуют рождество нет греция никогда не считалась католической она и испокон веков когда появилась религия всегда считается православной вот поэтому мы рождество празднуем сегодня 25 декабря вот в россии вообще все праздники абсолютно все праздники в разнице как раз таки в 13 дней вот если мы празднуем освещение вот 6 ядваря то плюс 13 дней получается там где-то 19 будет праздновать в россии от разница просто в календаре в отчете что берется за отправную точку но не суть в общем просто хочу поздравить с рождеством если вы празднуете и с наступающими новыми праздник новогодними так скажем праздниками да потому что в воскресенье у нас уже будет преддверие нового года вот и значит следующий понедельник первое число уже новый год с наступающими праздниками хотя я в пятницу еще вас думаю поздравлю вот то есть у меня праздников как таковых так чтобы сказать чтоб я могла не работать нету вот я записываю для вас каждый день и расклады не оставляю без внимания и поэтому сегодня в честь наступающего нового года мы будем делать с вами расклад на тему чудо под новый год я не люблю предсказательную систему я всегда про нее говорю хотя я делаю расклады на предсказание но в большей степени стараясь считывать не ситуация а именно энергию потому что но все равно не получится предугадать тем более когда общие расклады до для большого количества людей вот плюс ко всему на вообще на предсказание влияют многие факторы есть много нюансов есть свобода воли человека насколько это все может изменить ну в общем очень много всего поэтому для меня предсказательная система на большей степени такая знаете развлекательная это вот тоже одна из причин почему я на своем канале не делаю расклады вот именно в прямом смысле до предсказания если делаю например на новый год до либо на какой-то период там времени время там на зиму на лето то я большей степени если посмотрите считываю энергию да то есть в каких энергиях мы будем находиться нежели вот прям вот конкретной ситуации поэтому сегодня больше расклад развлекательный я всегда говорю когда затрагиваю тему предсказаний и мы посмотрим с вами значит чудо под новый год что будем смотреть посмотрим что мы ждем до какого чуда ждем на новый год и что придет опять-таки в контексте энергии позиции вы видите перед собой я решила что я буду делать более такие глубокие расклады на одну позицию и такие больше развлекательные либо полегче полегче для меня энергетические затрате затраченные силы вот на по позициям поэтому выбирайте для себя позицию и мы с вами приступим позиция номер один голубенький камешек смотрим что мы ждем с вами на новый год десятка пентаклей семейного праздника семейного праздника когда возможно появится какой-то шанс собраться все вместе скорее всего просто застолье общение достаточно такое близкое тесное либо встреча может быть с родственниками с которыми в другое время года достаточно проблематично встретиться либо есть какое-то расстояние но в любом случае под новый год мы ждем семейного уюта я бы так и сказала когда можно всем собраться повеселиться посмеяться хорошо провести время отдохнуть я не думаю что здесь по десятке педаклей речь пойдет о деньгах скорее всего вот именно все что связано с семьей что еще мы ждем под новый год справедливости получить то что мы заслужили а что именно мы заслужили ну скорее всего здесь у каждого есть свое собственное представление вот о том что я заслужила я это хочу получить здесь какого-то конкретного момента да я не вижу каждого по королеве мечей будет свое видение по королеве мечей люди проницательные и поэтому самостоятельно понимаю то есть здесь никакого обмана не может быть то есть вы четко знаете что вы заслужили еще что мы ждем под новый год волшебство волшебство аркан мага говорит о том что да мы ждем какого-то волшебства вот какого именно ну здесь наверное у каждого свое будет вот но как минимум чтобы какая-то ситуация начала развиваться чтобы возможно если это волшебство касается какого-то человека чтобы этот человек пересмотрел свою позицию изменил как-то свой свои взгляды на эту ситуацию я так понимаю да что в вашу сторону в лучшую сторону либо мы ждем ну здесь я бы сказал так перемен перемен в лучшую сторону для себя да потому что аркан повешен у нас говорит пересмотр какой-то ситуации вот либо развитие этой ситуации либо чтобы вы знаете как-то выйти из каких-то своих ограничений лишений ну здесь сказки хочется вот по волшебнику по волшебнику и по магу да могу сказать что здесь люди хотят сказки хорошо а что придет давайте посмотрим а что придет а придет колесо фортуны для кого-то да кто действительно верит ну здесь не фатализм а вот кто действительно верит в чудеса здесь будет чудо здесь будет чудо для кого-то здесь будут перемены то есть если было плохо то ситуация развернется в лучшую сторону если было очень хорошо то ждите перемен по накатанной возможно в не очень хорошую сторону да то есть колесо фортуны она может закрутиться как по часовой стрелке да так и против часовой стрелки то есть левосторонний правосторонний в правильную и налево левостороннюю что еще может случиться под новый год да вообще чудеса судьба она здесь может быть для вас непредсказуемо это вот для определенной категории людей для кого-то другого колесо фортуны нам может указывать на на какой-то повторный сценарий то есть я могу предположить что в принципе ничего такого особенного не произойдет все будет так как было каждый год да вот как по ну вы уже привыкли как по накатанной как в фильме да каждый год 31 декабря мы ходим в баню вот здесь вот каждый год как вы проводите 31 декабря вот так новый год и проведете третья категория людей либо здесь смотрите я рассказываю разные варианты но это не значит что вот что-то одно да мы выбираем для себя здесь может быть все сразу может быть что-то одно может быть что-то там два момента не знаю может быть прибыль какая-то кстати десятка пендаклей колесо фортуны указывает на то что у кого-то может быть здесь выигрыш не знаю если вы играете какие-нибудь там я не знаю лотерея либо еще что-то велика вероятность что такое тоже может быть что еще может быть по колесу фортуны удача удача что-то здесь вам фортанет да здесь как-то так вот повезет причем знаете у меня такое ощущение что здесь есть какой-то момент внезапности и неожиданности то есть произойдет что-то чего вы не ожидали можно ли сказать что это будет хорошее или плохое но давайте не знаю посмотрим какую-то сторону пашкуков да хорошее будет что-то такое приятное вот я говорю волшебство кто ждет волшебство здесь будет волшебство причем когда я говорю волшебство не надо загадывать какую-то конкретную ситуацию и ожидать что вот она развернется именно вот в наилучшую сторону нет оставьте свои двери открытые да в сознании с надеждой на то что пускай удача принесет действительно удачу слепая удача она не всегда справедливая на то она и слепая но она может дать пожар кубков какие-то приятные новости какие-то новые идеи вдохновение как минимум хорошее настроение это очень важно на празднике чтобы было хорошее настроение не только что было хорошее настроение в дни праздников но и выйти из этих праздников хорошем настроении они вымотан вымотанными и уставшими что еще что еще придет какое чудо да у нас это расклад чудо под новый год но видимо ну смотрите ну ну какая прелесть как мне это нравится двойка кубков а ну супер я говорю здесь действительно для кого-то будет чудо-чудо волшебство до любовь придет на кого-то да наглянет и неожиданно может быть сообщение от человека но если у вас нету пары да то здесь однозначно будет такое очень приятное настроение здесь не будет ностальгии хотя у какого-то маленького процента людей здесь будет ощущение одиночества но мы же смотрим позитивный момент а поэтому я не буду говорить про негативные здесь есть но я не буду они сейчас упоминать сексенсирую столько на хорошем чтобы вот ну запрограммировать это хорошее у кого-то здесь будет любовь у кого-то здесь будет приятная такая встреча будет приятная атмосфера опять же таки с близкими людьми и с людьми с которыми вам хорошо с которым вам комфортно люди которые вас понимают есть душевная близость возможно с единомышленниками если допустим это касается там я не знаю работы профессии да то здесь придет какое-нибудь вдохновение на новое на создание нового проекта вот большей степени да мы здесь хотим все таки состояние настроения праздника и любви вот здесь это будет здесь это будет ну прям вот мне нравится не буду я больше смотреть чтобы ну лишний раз не накаркать да не сказать что-то плохого в общем чудо под новый год по первые позиции будет да да будет так я соберу карту что потом не говорили о том что двойки кубков нет либо колеса фортуны нет вот чудо будет напишите меня потом вот просто вспомните и напишите мне у кого это чудо случится я вот вместе с вами порадуюсь за него ой как хорошо приятно побольше таких позитивных моментов а значит красный но вам помню да это развлекательные все-таки расклады красный камешек вторая позиция смотрим да что мы ждем под новый год что мы ждем здесь под новый год какое чудо мы ждем под новый год по 2 позиции ой какой-то приезда шестерка же здесь приезд кого-то встреча люди ждут какого-то результата возможно позитивного можно быть может завершение каких-то дел но в позитивном ключе также шестерка жестов говорит о какой-то помощи возможно ждете какого-то наставника я не знаю помощника если кто-то искал то здесь он его находит но какие-то приятные приятных сообщений здесь ждете что за приятные сообщи общения ждете а какой-то поездки не знаю можете вы хотели поехать куда-то либо к вам кто-то хотел приехать вот если я не ошибаюсь что прогноз на эту неделю на втором моем канале как раз-таки говорил о том что очень много дорог будет а вот скорее всего вот вы попадаете в эту категорию людей у которых вся неделя это дороги возможно кто-то и под новый год поедет на поезде не на самолете не на корабле и не на не на лошади а вот именно на поезде потому что я просто слышу эти рельсы рельсы колеса тук-тук такой какой-то ритмичный звук может быть кто-то едет куда-то едет либо к вам едут либо вы куда-то едете почему-то поезд идет вот новости до новости приятные о приезде о движении о развитии еще какого чуда вы ожидаете верховная жрица да неважно какого главное чтобы это было приятно да здесь вот двоечки говорят почему потому что верховная жрица она держит тайны она не рассказывает возможно вы до последнего момента не будете знать либо не хотите знать о чем-то в предвкушении того чтобы это был правильный детском маленькие дети когда верят в дед мороза да и вот они ждут когда же пробьют куранты 12 чтобы дед мороз принес подарки я просто помню что мой сын все время ждал вот в этом году я поймаю деда мороза когда он мне одной приносит подарки мы все время так подгадывали чтобы чтобы он это дед мороза не видел вот неожиданно это 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 было непередаваемо вот эти вот детские эмоции радость ой дед мороз принес подарок который я хотел вот здесь вот у вас почему я это вспомнила потому что у вас такая энергия детская пусть по пусть случится чудо да неважно какое но вот главное чтобы оно случилось я не хочу об этом узнать но я вот прям буду верить что это это действительно будет чудеса что еще ждем потом под новый год действительно ждем до по семерке ждем ждем результатов вложенных вами трудов да то есть какой-то результат вы здесь хотите получить вот и где-то здесь не по дьяволу не знаю может быть для кого-то деньги важны а может быть здесь в принципе вот вы прям очень-очень сильно чего-то хотите и вы хотите чтобы это на новый год случилось но при этом вы знаете верховная жрица выпадает как тишина на вы себе даже в этом но боитесь признаться то есть такое ощущение я боюсь пугнуть удачу поэтому я буду молчать даже не расскажу себе я очень-очень хочу да по дьяволу чтобы это случилось и одновременно я очень сильно этого боюсь что скорее всего что это что-то не суть не случится нам здесь не показывают что-то но о каком чуде идет речь да но здесь идет вот прям хочу 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 и боюсь вдруг не получится хорошо мы поняли что нам здесь не скажут что вы хотите вот но примерно представить можно о чем здесь пойдет речь а что придет давайте посмотрим что придет под новый год что придет новость придет новость придет информация какая-то придет возможно кто-то хочет общение до общение информацию если это касается личной жизни то у короля мечей король мечей может нам указывать на прошлое да то есть это может быть бывшие партнеры может быть бывшие то есть люди из прошлого друзья знакомые в общем здесь какой-то важный человек вашей жизни почему важно потому что он рядом с дьяволом выпал объявится для кого это ну кто ждет если здесь речь не идет о человеке я возможно какой-то ситуации то здесь говорится о том что придет новость издалека прям вот очень далеко не знаю может быть из-за границы а кстати вы вы же ждете да по колеснице здесь какая-то новость придет шанс на шанс хорошая позитивная новость здесь вот я остановлюсь не буду больше выкладывать здесь какая-то новость информация информация достаточно быстрая скоростная под новый год говорящие о том что какой-то шанс шанс на в лучшую сторону перемена удача это может быть связано и с деньгами для кого это важно да какие-то там подарки что что-то вы ждете но если в общем мы говорим про энергии то эта энергия очень благоприятная ту спиндакли очень благоприятная для перемен для перемен в лучшую сторону то есть у меня такое ощущение что вот то что вы ждете вы здесь получите но здесь есть какое-то но энергетическое вы это получите не знаю может быть вы информацию об этом получите сейчас а реализацию чуть позже здесь в общем какое-то расстояние есть не знаю не то чтобы надо еще подождать а ну допустим вы ждали проходили какое-то собеседование да и ждали что от вас возьмут на работу вот вы получаете информацию о том что вас берут на работу но подписать документы вам придется туда ну уже в новом году туда дальше по времени то есть там сама новость сейчас а продукты этой новости чуть попозже если ждали какого-то человека получится например сообщение о нем сейчас и в сообщении он скажет что вот я приеду попозже не сейчас не под новый год а попозже то есть его что такое либо вы ждали какие-то документы подписаться там я не знаю о переезде например да а договоренности ну на заработке куда-то поехать то есть информация сейчас результат ее попозже но здесь идут перемены к лучшему мне так нравится ваша верховная жрица никому не скажу даже самой себе не буду про это говорить чтобы не сгласить здесь прям очень-очень забавно так вышло вот вот такой был значит у меня второй вариант опять собираю картой до чтобы все было в колоде так позиция номер 3 зелененький камешек троечки троечки давайте посмотрим что же вы тут ждете на чудо под новый год какого чуда вы ждете какого чуда у опять шестерка педакли шестерка жезлов я ее помешала колоду и меня опять выпало то что выпало и у двоечек не знает выкин наверное мало было информации они захотели посмотреть и третий вариант вот стопиков так ладно что вы ждете а здесь ждут ждем начало до ждем начала с работой здесь что-то связано с работой какого-то движения у меня такое ощущение что вы ждете когда вы выйдете на работу не когда можно будет праздновать а когда уже выйти на работу когда уже выйти из какой-то своей стабильности да когда будут перемены то есть люди здесь ждут перемен какого-то начинания что за начинание то вы ждете ну позитивного что-то такое позитивное здесь может быть знаете даже приобретение недвижимости какой-то такое ощущение что вот вы денежку копили а теперь хотите да хотите купить недвижимость либо эта земля либо дом либо второй дом хотя это и квартира может быть да то есть вот вы как будто здесь какая-то покупка здесь какая-то покупка намечается и вот вы в ожидании когда 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 откроются госслужбы до чтобы можно было и банки чтобы можно было уже договориться здесь люди квартиру ждут хорошо что еще что еще ну я говорю какие-то вложения да то есть надо вложиться во что-то определиться до определение с чем связано четверка кубков так здесь помимо недвижимости идет какое-то ожидание касательно профессиональной сферы то есть даже на новый год троечка меня почему-то работает да не отдыхают не ждут чуда а чудо какое-то здесь связано с одной стороны с покупкой недвижимости а с другой стороны с работой то что я и сказала первично да кто-то ждет как-то выйти на работу почему для вас это так важно колесо фортуны ну потому что вы ждали этих перемен можно здесь кто-то был в декрете и хочет выйти может быть как-то был без работы и ждет каких-то перемен когда может быть кто-то здесь сменил одну работу на другую либо хочет сменить то есть да здесь здесь перемены ну то есть вы будете радоваться тогда когда вы выходите на работу еще что здесь ждем чудо под новый год справедливость по справедливости здесь либо деньги получить может быть ожидаете тоже знаете вот получить какую-то большую сумму денег скорее всего может быть какая-то зарплата если вы работаете на себя то возможно ждете какой-то прибыли но здесь большую сумму денег вы ждете что-то вы хорошо поработали а еще может быть знаете здесь кто там у кого-то есть свой бизнес и человек возможно взял деньги в банке для того чтобы вложиться в этот бизнес и как-то вот про расширение здесь речь идет то есть ждет когда опять-таки праздники пройдут да и можно будет уже вложиться в свой бизнес вот как-то расширить его либо открыть свой бизнес либо расширить то есть здесь кто-то ждет деньги ну чтобы документы подписать с банком да и получить большую сумму денег кто-то либо берет кстати тоже ипотеку вот но в доме мне кажется больше накопленных денег да кто-то накопил и хочет приобрести недвижимость а вот то что касается бизнеса здесь вы как будто бы ждете куда-либо задумываетесь о том что есть у вас сумма денег и вы хотели бы вложиться во что-то так чтобы это приносило вам какие-то но дивиденды да то есть пользу ну дополнительную сумму денег хорошо ждете да здесь темы связанные с деньгами и недвижимостью и работой а что придет что придет почему чудо под новый год придет ли чудо под новый год карты чтобы подали вот в первую позицию вот почему я не люблю когда заново кладешь карты в колоду повторяются какое чудо придет здесь под новый год трудно до трудности какие-то сложности знаете вы ждете как я уже сказала деньги и работу а выйдет у вас как-то личная жизнь то что вы хотите пока есть какие-то трудности с этим а всплывет что-то другое всплывут какие-то новые начинания да ну так интересно когда ждешь развитие в личной жизни до тебя наоборот перебрасывает на профессиональную сферу либо финансово здесь наоборот вы ждете одного а к вам приходит любовь выходите из своего затворничества приходит семья приходит возможно человек для личной жизни для любви для взаимности для стабильных отношений для того чтобы выйти из своего отшельника новый какой-то человек что еще приходит удовольствие приходит удовольствие отдых расслабление так замечательно да под новый год вас включают действительно в новогоднюю какую-то такую атмосферу когда вам это все нравится когда вы расслаблены когда наконец-таки вы улыбаетесь у вас хорошее настроение прям я я удивлена да 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 вы чувствуете прилив энергии прилив сил да здесь вот будет ли какое-то чудо но здесь невзирая на то что вы закрываетесь от людей здесь будет встреча здесь будет знакомство здесь будут гости здесь будут будет какая-то движуха активность переписка вы этого вообще не хотите ну и ту скупку новая какая-то любовь новое начинание но если для кого-то любовь и не актуально как новое начинание да то здесь как минимум будет хорошее настроение и наполненность во первых будет здоровье здоровье в контексте прилива энергии это немаловажно то здесь человек не будет чувствовать себя там не знаю как то вот в упадке в уныне не нет вот этого не будет здесь наоборот будет такое хорошее может быть кто-то будет и алкоголь выпивать но все-таки я не хочу смотреть но ясное дело праздники да вот в этом контексте посмотреть то что у вас будет много сил будет много сил и отсюда поднимется настроение и вы будете чувствовать себя но очень очень хорошо здесь какая-то активность есть вам гости будут приходить вас куда-то в гости будут звать вам нужно будет куда-то пойти вы от этого будет закрываться будете злиться доставьте меня в покое не хочу я ничего этого вот но невзирая на то что вы хотите если особенно у вас есть друзья либо люди которым вы доверяете мне такое ощущение что вот они вас упрямо вот силком будет вас вытаскивать на улицу либо какие-то семейные может быть пары да с кем вы дружите семьями вот они вот прям силком будет вас вытаскивать и вы не пожалеете очень хорошо время проведете хотя вы будете здесь брыкаться но однозначно вот под новый год я не могу сказать что какое-то вот прям чудо чудесное потому что вам хочется побыть наедине но у меня такое вот все равно вообще не что-то вы хорошо прям знаете расслабитесь и впервые возможно за долгие годы проведете хорошо время то есть это вот будет что то такое уютное даже если вас куда-то позовут вот вам там понравится даже если там будет большое количество людей а я вижу здесь вот вот прям очень много людей не знают как на корпоративе что-то такое но вот вы как-то оторветесь говоря сленгом вот вы как-то оторветесь от души если как-то вас пригласят ну семейная какая-то пара и там тоже будет но больше десяти людей я не вижу то есть куда бы вас не пригласили там не будет три-четыре человека вот я вижу там ну вот в районе десяти не меньше но 8 но это ну все не меньше 8 то есть там будет на количество людей энное количество людей и изначально вы будете идти что нет я не хочу мне хотелось бы побыть собой в тишине но потом вам настолько понравится и вот вы уйдете с этого праздника не знаю может быть у себя дома даже будете проводить и к вам придут люди но будет вот это вот ощущение что боже мой как хорошо как давно я вот не веселился но здесь вот именно веселье понимаете она идет от души не они от того что там не знаю сам праздник как-то повлиял на вас а здесь скорее ваше внутреннее какое-то состояние ну может быть так знаете я давно так не танцевала когда либо я давно так и не веселилась я давно так не праздновала не смеялась вот прям такое ощущение что идет раскрепощение у вас обычно но тройки выбирают люди у которых есть какая-то зажатость до от того что они все время что-то контролируют и есть какой-то напряжен и на какой какая-то напряженность либо блоки в теле а здесь у меня ощущается такое что знаете вот человек настолько смеется смеется что вот от этого смеха да он расслабляется его тело и ему вот это вот расслабление которое другим способом как будто бы не может получить а она приносит удовлетворение и человек мне настолько хорошо я чувствую такую легкость это так здорово это так прекрасно вот просто потому что не знаю как-то расслабились позволили себе вот повеселиться в другом я не могу сказать то здесь вообще вы ждете там работают деньги а выходит хорошее настроение прилив энергии сил общения возможно новые люди да для кого-то вот любовь может быть появится а для кого-то под у закупков появится вот это вот наполненность и не знаю прям очень очень хорошее настроение что я вам в принципе и желаю троечки и всем кто смотрел мой сегодня расклад пускай все у вас будет хорошо пускай вы проведете замечательно новый год по большим вам хорошего настроения вот принципе я не сильно в том чтобы кого-то поздравить да но придумать какие-нибудь поздравления главное что от души я желаю вам всего самого хорошего а все остальное что можно вложить смысл слова хорошее вы придумаете сами для себе для себя а я вам это от души пожелаю вот так вот будет правильно и верно на этом все встретимся с вами в среду всего вам самого наилучшего всем пока пока